В Неси завершается строительство детского сада. Сдать объект планируют в марте этого года. Об этом стало известно в ходе рабочей поездки представители власти и контролирующих структур в Канинский сельский совет. Тему продолжит Алина Ваучейская. В подготовительной группе детского сада Неси непривычно тихо. Дети увлечены любимым занятием – конструированием. Мне тут нравится, потому что я люблю из лего делать ботов. Я из них делаю и роботов, и массы. В небольшом помещении дошкольного учреждения достаточно уютная атмосфера. Коллектив всячески старается создать для маленьких жителей Неси комфортные условия для пребывания. Проводят различные мастер-классы, интересные занятия. Дети, мне кажется, ходят в желании, им нравится. Мы здесь с ними рисуем, участвуем в конкурсах, в окружных, всероссийских, международных по рисункам. Дети занимают даже первые места у нас. Воспитатель Ирина Казакова сама когда-то выпустилась из этого детского сада. Будучи маленькой девочкой, в этих стенах она делала первые шаги. Дошкольное учреждение было построено в 1935 году. Спустя несколько десятков лет к основному зданию пристроили ещё два помещения. Когда и этих площадей не хватило, в ведение сада передали колхозную контору. Необходимость имена в новом здании детского сада нам первоочередна. Потому что в старом здании, как видите, уже размещаться мы, оно скоро, так скажем, будет для нас опасным для проживания. Вот. И мы надеемся на новое здание детского сада, потому что там наполняемость мощности, так скажем, зданий составлять будет уже 75 детей. Мы таким образом сможем хотя бы разгрузить вот эту очередность. Детей в НСИ достаточно. И даже двух зданий оказалось мало. Сегодня детский сад посещают 72 ребёнка. Ещё 18 стоят в очереди. Места всем не хватает, и воспитанники подготовительной группы вынуждены спать в музыкальном зале. Воспитатель расправляет топчан. Ребята приходят, расправляют сами себе кроватку, вытаскивают из мешка подушки. Пойдёмте, я вам покажу, где у нас подушки и воздушки. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот тут у нас выходит специальный типа что-то склада, похожее на мешках у нас размещается одеяло, подушки просто. В тесноте да не в обиде, как говорится. Впрочем, текущее состояние дошкольного учреждения можно смело назвать плачевным. На потолке и стенах трещины, а во время сильных ветров в группах становится холодно. К тому же инфраструктура в здании советской постройки осталась советская. В гигиенических комнатах горшки и рукомойники воду привозят бочками. Очень ждём. Мы ещё в ноябре ждали, потому что говорили, что садик откроет в ноябре. Потом говорили, что вроде как в феврале. А сейчас ждём в марте. Ну, мне двое ребят, поэтому садик, конечно, нужен. Активное строительство нового детского сада в Неси началось в мае 2020-го. Одноэтажное здание из быстро возводимых конструкций обещали завершить к ноябрю. Как пояснили строители, сроки сдвинулись из-за введённых в стране ковидных ограничений. Сейчас на объекте завершаются отделочные работы. Установлена современная сантехника и детская мебель. Продолжается проведение внутреннего электроснабжения, монтаж внутренних сетей отопления и водоснабжения, а также устройство тёплых полов. Первый раз приезжали сюда летом и смотрели на уровень фундамента. Сейчас, когда уже достроен сам садик, и строители говорят о том, что уже всё полностью. Есть необходимое оборудование для завершения строительства. Мы сейчас посмотрели сами помещения. Новое яркое здание, площадью около полутора квадратных метров, предназначено для четырёх групп. Каждая – спальня, игровая и санузел, а также тёплая прогулочная веранда. Конкретно в этой спальне будет 20 человек, на расположении 20. То есть будет четыре вот таких спальни. Каждая, ну, ориентировочно, от 17 до 20 человек, в соответствии по возрасту. Получается, спальня, там полутора квадратных метров, игровая? Да, игровая. Здесь будет прогулочная, получает тёплая веранда. Прогулочная тёплая веранда. Это на следующих порогах, да? Ну да, зимой там где-то нужно будет играть. Поэтому там будут они прогуливаться. Кроме того, в детском саду предусмотрен медпункт, пищеблок, зал для физкультурных и музыкальных занятий и служебные помещения. После того, как на объекте завершатся строительные работы, и подрядчик обещает уложиться к марту, сюда завезут игрушки и необходимые для познавательной деятельности материалы. И самое главное – состоялась приёмка его. Это первая задача. Вторая заключается в том, чтобы посмотреть, как идёт вакцинация. Вакцинация. Привезли сюда свыше 90 доз вакцинироваться. И мы посмотрели, каким образом организована работа по вакцинации людей, которые проживают в селе. Также в ходе рабочей поездки в НЕС представители департамента здравоохранения доставили в сельскую больницу противовирусные препараты, медикаменты, тесты для диагности коронавирусной инфекции и вакцину «Спутник ВИП». Привиться смогли 90 жителей Канинского сельского совета. Алина Ваучейская, Вадим Стасюк, Телеканал «Север».